Мой друг, вернувшийся, так скажем, в 300-м, с боевых столкновениях, я с ним встретился не так давно, 14-го числа утром, в больнице Химкинской, в Центральном военном госпитале Химкинской. Ну и, собственно говоря, он мне поведал довольно удручающую историю, которая говорит о том, что наши ЧВКшники, Вагнера, а точнее 5-й и 2-й отделение его попало под обстрел, авиационный обстрел. Ну, можно сказать, и дроны там работали, он не может это подтвердить, потому что это была ночь, и, собственно говоря, потом уже была зачистка вертолетами. Когда 550 человек попадает в пустыню, ночью под обстрел много не выживет. Вышло порядка 200 человек, не 200-е, не 300-е, в каком состоянии оставшиеся 350, он, естественно, подтвердить не может, но выжить там крайне трудно было по одной простой причине. Сопровождение вертолетного, так называемой, эвакуации не было никогда по одной простой причине. У ЧВК Вагнера нет этих вертолетов. Ну, собственно, вот, исходя из этих цифр, можно и говорить о наличии числа погибших. Из разных источников, в том числе спикер Государственной Думы у нас, Жириновский, утверждает, что погибло более 300 человек. Алксенец подтверждает 334. Я считаю, что они близки к истине, но, опять же, утверждать что-то на законодательном уровне я не могу, потому что не имею права о свидетельстве о смерти. В какое время после налета, да, после случившегося их забрали? Вот этот вопрос очень тяжелый. Почему? Потому что там подходило подкрепление, так называемая «Весна». Это Донбасский батальон, который, к сожалению, получает зарплаты гораздо меньше, чем сами ЧВКшники. Они входят в аппарат ЧВК, но они тоже столкнулись с воздушным сопротивлением, уже не таким сильным, но все равно довольно-таки серьезным. И в пустыне эвакуировать раненых очень тяжело. Крайне тяжело. Это не Афганистан и не что-то подобное Чечне. Поэтому, когда их смогли улыбить, я не знаю. Но, по крайней мере, в Россию, по моим сведениям, они начали поступать только 11-12 числа. События прошли с 7-го на 8-го. Их забирали военными бортами, начали, да, российские? Я не могу этого утверждать, но я предполагаю, потому что любых других бортов не было. Ваш друг еще был. Он-то вообще долго находился в Сирии? До ранения он был долго, так могу сказать. Там было 5 наборов ЧВК «Вагнер». В разной степени более 3-х лет идет компания, так называемая. Не первый раз уничтожает данную структуру. Но он не в первом был наборе, так скажем. В каком сейчас состоянии вот 300-х? Тихо, кого вы видели лично? Рваные раны живота, осколочные. Тяжелые ранения, нетранспортабельные. То есть то, что их уже привезли. Это большой героизм, довольно-таки медиков наших. Им, конечно, большое спасибо, поэтому мы не называем никаких фамилий по одной простой причине. Их могут просто выкинуть из больницы, поскольку это больница Министерства обороны. А ЧВК, ну, любое ЧВК в России, оно запрещено законом, оно никак не регулируется. И еще один повод, почему мы не говорим фамилии. Потому что, если их выгоняют из Министерства обороны, они поступают к любым медикам, вплоть до медсестры. Любая медсестра Российской Федерации обязана заявить в полицию, прокуратуру об огнестрельном или любом другом ранении. И, соответственно, заводится уголовное дело, разбирательство. И люди будут сидеть в тюрьме. Но, зная об этом, обо всем, они все равно туда поехали. Чем они, ну, что вы хотите? Самый главный повод, почему люди туда едут, потому что здесь нет жизни, нет работы, нет ни социального, ни экономического статуса. Ни как военнослужащие, которые отслужили, имеют опыт работы, ни, собственно говоря, как простые граждане. Вот они и поехали, как контрактники, на охрану нефтепромыслу Евгения Пригожина. Как я предполагаю, поскольку именно те сакральные нефтяные поля они охраняли, которые под Пальмирой находятся. В этом случае, в Деразоры, им было приказано взять очередной участок, так скажем, бесхозных полей. Но оказалось, что они уже под контролем. Другой альтернативной бизнес-компании, которая довольно-таки серьезно охраняет своих клиентов. Это американские, ну, тоже это частные компании определенные. Но вне зависимости, вот в чем разница американских частных компаний, которые также зарабатывают на нефти, также воюют ради нефти. Но у них, по крайней мере, есть закон о ЧВК, есть социальный регламент, ответственность. Каждый боец, любой ЧВК, это боец армии Соединенных Штатов. И они их защищают в социальном плане, в любом другом плане. Наше же это бесправное мясо. Ветераны боевых действий у нас имеют огромные социальные гарантии в виде тысячи рублей в месяц. И больше ничего не имеют. У них отобрали право и на проживание в социальных учреждениях, в лидере реабилитации. У них отобрали право на квартиры, социальные получения ипотеки и так далее и тому подобное. Это мы уже судимся более семи лет с государством российским. Но в этих условиях говорить, что государство примет закон о ЧВК, когда у них нет денег и нужно держаться и терпеть, я не уверен, что это им нужно. Им вполне устраивает то, что сейчас происходит. Мясо пришло, мясо ушло. Это люди, это армия для сегодняшней власти. В средствах массовой информации проходило, что она зарегистрирована в Гонконге, ЧВК Вагнера. Соответственно, те договора, которые подписываются, они идут вне рамок, я имею в виду, между наемниками, которые направляются в Сирию. Они подписываются на каких-то несущественных, не наносящих юридические силы в Российской Федерации бланках. И там прописываются нормы, так скажем, очень нерегламентные. И в случае ранений там прописаны суммы до миллиона рублей раненым, трехсотом, в зависимости от ранения сумма варьируется, и два миллиона в случае гибели. Но еще раз говорю, поскольку это все вербовщики подписывают, я имею в виду, люди СДД и всякие другие структуры вербуют на данный вид работы, они же сами и распределяют эти суммы, и поэтому очень много проблем с этими выплатами у ребят. Скажите, ну в основном сейчас в Сирию едут именно те, кто были на Донбассе? Я еще в 2015 году в прессе заявлял о том, что в сентябре до ввода войск в Сирию, что было совещание и поручение дано Бородаю о том, что, ну по моим сведениям, опять же, необходимо утилизировать ту массу людей, которые поднялись, которые видели, что можно менять власть, можно ее менять, так скажем, невыбранным путем. Ну и такие люди не нужны в нашей стране. Ну, собственно, это одной из целей, кроме нефтяной, так скажем, была и утилизация ветеранов Донбасса. Ну, собственно, они этим и занимаются, и большинство первого, второго, третьего набора профессионалов, прошедших довольно серьезную службу, они были зачищены каким образом? Они были направлены до артподготовки на штурмы городов. Спецназ на артподготовку, до артподготовки не пускает, вообще его использовать нужно в других целях, нужно уметь служить, уметь командовать армией. Компания строилась не на принципах, так скажем, военной целесообразности, стратегической целесообразности, она строилась в экономической целесообразности. И вообще принципы построения военной структуры сегодняшней, это экономические принципы. Количество жертв их мало интересует, по-собственно говоря, поэтому наше государство так долго отрицало сам факт этого мероприятия. Сегодня уже подтвердили, хотя говорят, ну не 100, не 200, ребят, ну 5 человек. 5 это мало. В Ростов не доставляют бортами после авиакатастрофов 15-го года, Fly Dubai. Поэтому они больше летают в Москву и Питер, я имею в виду это самолет снабжения. Вот, по моей информации, они вывозились именно на этих бортах. И они вывозились не по принципу, так скажем, медицинской специализации каких-то учреждений, а по принципу, ну откуда летит, туда и везем. А кто сейчас оплачивает их лечение? Государство. Они находятся в государственных лечебных заведениях. Случившийся, да, вот этот обстрел, должны были как-то, ну, на каком-то государственном уровне там, я не знаю, сказать. Ну, согласовывать обстрелы, я не знаю, военные действия. Ну, у нас есть центр, так скажем, в Сирии поддержки, разграничения ответственности, зоны ответственности. Но, опять же, это ЧВК. Это не государственная структура для Соединенных Штатов Америки. Это не государственная структура, поскольку мы сами не признаем честь частной военной кампании. Их действия на территории Сирии регламентируются международным правом и не более того. К другой стороны, они сами подтвердили собственный удар, они, собственно, опубликовали видео заявление Пентагона и прочее, прочее, прочее. Вместо того, чтобы, там, скажем, хотя бы выразить глубочайшую озабоченность, как это делают наш великий полководец Лавров, они просто не заметили эту ситуацию и, наоборот, так скажем, озаботились проблемами во Флориде. То есть погибает, как минимум, не меньше ста человек, так скажем, а мы озабачиваемся там смертями в школах. Я что-то не заметил, чтобы Трамп сильно переживал в ЛНД, когда у нас топором детей рубили. Если наше государство не хочет поддерживать наших российских граждан, не хочет их защищать, даже после смерти забывает о них, ну, наверное, государство служит чему-то другому, а не национальным интересам русского народа. Наверное, оно служит своим коммерческим интересам. Наверное, это бизнес-проект, и в этом бизнес-проекте люди выступают как биомасса, которую можно использовать в своих экономических интересах. Как биомассу используют и здесь. Вы платите за капремонт, не исключая это за ЖКХ, вы тоже выступаете в роли биомассы, только вас уничтожает в виде умерчисления по 200-300 тысяч человек в год, когда у нас вымирание населения проходит такое. Ну, а там живое, быстрое уничтожение. Сейчас, ну, поскольку большие потери, будет какой-то шестой набор? Ну, я думаю, что да, но сейчас, понимаете, в чем дело. У нас на Донбассе есть такой СИЗО номер пять, это в Донецке, и СИЗО в Луганске, где людей содержат, в том числе и российских граждан, более уже трех лет после Минских соглашений, когда ребята не хотели останавливаться, хотели идти дальше, защищать свою родину и так далее. Ну, их посадили в СИЗО без предъявления объявлений, там не действует ни адвокатура, ни юрисоведенция, там все по понятиям. Вот ребята сидят три года, к ним приходят вербовщики и говорят, либо ты здесь продолжаешь гнить, либо ты поедешь воевать. И, может, что-нибудь заработаешь. Вот когда ты видишь перед собой такой выбор, ты идешь воевать, и даже не за 150 тысяч рублей, как служат определенные ЧВКшники, а идешь в набор в весну, в Карпаты, так называемые, где там платят около ста, и то не всегда. То есть вербовщики, они работают на Украине, там никого не интересует сейчас, кто туда приедет. Мы людям говорим, но люди уже не воспринимают, почему, потому что реально нет работы, реальный экономический кризис в стране. Конечно, можно верить, что мы вышли из него, поднялись с колен, но, понимаете, подняться с колен и упасть на пятую точку, это очень неприятно. На высоком уровне мы уже как бы трижды вышли в СИЗО, при этом все равно остаемся. Может быть, нам оттуда все-таки надо уйти? Нам не нужно было туда входить, для начала. То, что сейчас, как они будут выходить из этой ситуации, я не знаю. Честно, не знаю. Там нет никакого для национальных интересов грамотного действия, чтобы сейчас его осуществить. Любой шаг ведет к отрицательному воздействию. Но, с другой стороны, поскольку их национальные интересы вообще никак не волнуют, они будут продолжать добывать ту нефть на тех участках, где они ему закрепились. Продолжение следует...